Евангелие от Луки, 10 глава, 2 и 3 стихи. Евангелие от Луки, 10 глава, 2 и 3 стиха. Прочтем. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, господин, о жатве, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас. На одном собрании сидел молодой человек. Проповедник вышел за кафедру и прочитал вот эти слова. Молодой человек лениво зевнул и подумал, неужели нет ничего другого, что можно было бы прочитать? Ну что можно еще сказать на эти слова? А проповедник задает вопрос. Скажите, это слово, нами прочитанное, оно к нашему времени подходит? Ну, все так, вернее, кто-то лениво ответил. Ну, конечно. А проповедник говорит, нет. Потом повторяет. Скажите все-таки, но эти слова сегодня так же актуальны, как две тысячи лет назад? Все уже погромче так говорят. Ну, да, конечно. А проповедник говорит, нет. Здесь уже люди, ну, почему нет? А проповедник говорит, когда Христос сказал эти слова, у него, перед ним стояло двенадцать человек. Только двенадцать человек. И он их послал делать, он их послал трудиться, он их послал везде, он их послал по всему миру, во весь мир. Вы знаете, сколько им нужно было сделать? Их было всего двенадцать. Один человек, ну, как сегодня статистики подсчитали, сколько тогда жило людей, получается один человек на двести пятьдесят тысяч людей. Один человек. А сейчас на Земле более шести миллиардов человек, и из них около двух миллиардов христиане называют себя христианами. И вот разве ситуация не изменилась? Один христианин на сколько? Ну, в среднем где-то на четыре человека, да? Да, цифры говорят так, ну, говорят о цифрах так, цифры вещь упрямая. Статистика вроде бы вот так нам говорит, да? Но, братья и сестры, статистика в этом деле не поможет. Статистика в этом деле обманывает. Около двух миллиардов людей называют себя христианами. Мы об этом сейчас слышали. Мир христианский, а христианство мирское. И поэтому, братья и сестры, слова, сказанные Господом, они сегодня актуальны для Церкви Иисуса Христа, для детей Божьих. Идите, я посылаю вас. Братья и сестры, у меня вопрос там. Кто на прошлой неделе, на прошлой неделе, которая прошла, три собрания проходят в неделю, да, основные? Кто из здесь присутствующих хотя бы одного человека привел на собрание? Я не знаю, может, у вас лучше с этим. У нас плохо. А кто хотя бы приглашал одного-двух? Я примерно понимаю, что половину сейчас мы сидим и думаем. Не хотят слушать, не хотят приходить. Не хотят. Я же знаю, что скажу, а он все равно скажет, да, не приду, некогда и все остальное. А Христос сказал, идите, идите, я посылаю вас. А учеников было всего двенадцать. Вот нас здесь, нас здесь, только нас здесь раз двадцать больше, чем тогда было учеников. Делаем мы тоже раз в двадцать больше, чем ученики сделали, да? Нет, братья и сестры, честными будем. Не в двадцать раз больше, а, наверное, в сотни раз меньше. Вы помните, чем заканчивается Евангелие от Марка? Какими словами, каким стихом? Евангелие от Марка заканчивается такими словами. Они пошли, там вышесказанно Христос сказал, идите. И такие слова в конце. Они пошли и проповедовали Евангелие везде. Они пошли. Друзья, они не сидели долго, чтобы обсуждать, назначать, оформлять, дискутировать, планировать. Они пошли. И вот через тридцать пять лет где-то примерно апостол Павел пишет послание Колоссянам и говорит, вера ваша проповедуется где? Во всем мире. Слышите, сколько прошло лет? Тридцать пять лет, и Римская империя вся знала о Христе. И христиане уже, наверное, были во всех уголках Римской империи. А вот история так свидетельствует, что к началу 4 века, это где-то через 250 лет после повеления Христа, которое мы прочитали, вот вся Малая Азия, большая часть Европы, Средний Восток, Северная Африка, это все, там везде были церкви, там были везде христиане. Были сотни церквей, сотни, тысячи церквей. Вот на территории, история так свидетельствует, на территории сегодняшней Средней Азии, ну, нашего бывшего Советского Союза, это Казахстан, Узбекистан и другие республики, были сотни христианских церквей к 4 веку. Много было христиан. Туда дошли христиане. Им дальше нужно было идти, дальше на восток, ну-ка, по географии какие страны? На восток от Казахстана, от Узбекистана. Китай. Китай. А чуть южнее Индия, Афганистан, Индия. Нужно было туда идти, это были еще языческие страны. 4 век. Христианство признано и становится государственной религией. Что делают христиане? Они остановились, братья и сестры. Они остановились. Они стали строить дома, молитвенные дома. Они стали открывать школу. Они стали одевать одежды специальные. Они стали выдумывать себе ритуалы, богослужения, литургии, все-все остальное. И остановились. Евангелизация стала вторым делом. И Китай на сегодня еще языческий. Индия буддистская. А вот Северная Африка, там сотни христианских церквей. Ну это кто историю христианства знает, читает, увлекается. Там сотни были христианских церквей. И казалось бы, осталось-то чуть-чуть. Перейдите в пустыню Сахару, Экватор и вся Африка христианская для Христа. Африка языческая и мусульманская. Восток мусульманский. Почему, братья и сестры? Потому что христиане остановились. Христос дал два повеления. Мы прочитали. Молите и идите. Молитесь и идите. И вот что делают многие-многие христиане. Но они же умные христиане, правда? Умные христиане. И слова хорошие знают, и Библию читают. И вот они говорят. Мы будем выполнять первое повеление Иисуса Христа. Мы будем сидеть и молиться. И молиться. А идти? Идти не могу. Дом, хозяйство, дети, работа, здоровья нет. Силы нет. Талантов нет. Вот я буду вот сидеть и им молиться. И вот здесь, я вам так скажу честно, здесь многие мы лукавим. Потому что мы молимся, как идем. Как вот идем, так и молимся. И идем, как молимся. Я был пресвитером в одной небольшой церкви долгие годы. И у нас была одна пожилая сестра, ей лет восемьдесят. Она же, она, ее отдали в дом престарелых. И вот она ходить не могла на коляске. Ее возили. И у ней была подруга, еще одна сестра. А есть лет семьдесят, этой подружки. И вот она каждое воскресенье утром приходила, сажала в коляску сестру Матвеевну. И везла ее в молитвенный дом. Ну, когда уже только мороз, там градусов за десять уже был тогда. А до десяти они еще ноги укутывали. И она везла. И вот однажды у нас к концу года было членское собрание. Мы говорили о служении в церкви, о нуждах, о перспективах. И я говорю так, братья и сестры, ну вот есть у нас такое служение. Вот сестра, мы видим, уже долгие годы привозит сестру. Той восемьдесят, а этой семьдесят. Надо бы сменить сестру. Сменить сестру. Она уже, ей самой уже тяжело идти. Она же еще коляску с сестрой катит. И дождь, и по снегу иногда. Надо бы сменить сестру. Ну, кто сменит, братья и сестры? Служение, это же служение Господу. Один брат с места в этой тишине говорит. А мы будем молиться, чтобы Бог дал ей силы катать ее дальше. Слова неправильные, братья и сестры? Правильные слова, да? Слова хорошие, слова христианские, правильные. Молиться, конечно, нужно. Но, братья и сестры, кому сказал Бог, идите, а? Тем же, кому он сначала сказал молитесь, правда? Он сначала сказал им молитесь, а потом им же говорит, идите. Идите и молитесь, молитесь и идите. Это одни эти же люди. А мы ведь разделяем. Вот он должен идти, а я буду молиться. И если я искренне, честно молюсь, если я молюсь действительно Богу, ищу Его воли, я и пойду. Я встану и пойду. Ученики молились и пошли. А мы? Есть планы, есть графики, есть литература, есть транспорт. Многое есть. Проблема всегда в одном. В прекрасных ногах, которые пойдут. Я считал, что одного благовестника, интересного дедушку, он всегда и везде проповедовал. Однажды он пришел в магазин купить себе обувь. Ну и как обычно сегодня в магазине у нас. Сели, сел он, около него там консультант подошел, один, второй, какую вам, что, как удобно. Вот одну ему несут, вторую несут, одна не подходит обувь, вторая не подходит обувь. Вот эти девушки вокруг него, он примерил одну, другую. А потом так, сидя, голову поднимает и говорит, девушки, а правда у меня красивые ноги? Они так переглянулись. Ну, может, и вы сейчас думаете, неприличный какой-то вопрос. Они переглянулись, а он опять им говорит, нет, нет, девушки, ну я серьезно, вот правда у меня ноги красивые? Но они тоже заулыбались, дедушка почудить решил. А он говорит дальше, девушки, я понимаю вас, что вы там сейчас думаете обо мне? Вот, ну это вы так думаете. А вот Бог по-другому думает. Вы знаете, Бог о таких ногах, как мои, что говорит? И начал он свидетельствовать о Боге, о Христе. Удивительно, я за него читал, человек не упускал ни одной возможности засвидетельствовать. Еще один пример из истории христианства расскажу. В 19 веке на родину, в Шотландию, в Англию вернулся один старый миссионер, можно сказать, ветеран миссии индийской Александр Дафф. Он вернулся умирать на родине. Всю жизнь он посвятил проповеди Евангелия в Индии. Он вернулся умирать. И вот его пригласили на конференцию, как мы сегодня называем по евангелизации, по благовестию. Его пригласили на эту конференцию, как миссионера старого, попросили выступить. И когда он стоял за кафедрой, выступал, проповедовал, ему стало плохо. Он начал падать. Его подхватили, вынесли. Здесь врач нашелся сразу. Когда его привели в себя, он очнулся, не поймет, говорит, где я. Ему сказали, что лежите, у вас был сердечный приступ. Вам нужен покой. Лежите, пожалуйста. Он понял и начал так говорить. Нет, мне нужно встать. Я не закончил. Я не сказал еще самого главного. Мне нужно встать. Врач говорит, нет, нет, лежите. Вам нельзя сейчас вставать. Нет, мне нужно встать. Начал подыматься. Ну, видит дедушка его под руки. И вот он опять идет за кафедру. Встал за кафедру. И так продолжал. И так сказал. Когда королева Англия Виктория призвала добровольцев в Индию, сотни молодых людей откликнулись. Но когда сегодня царь Иисус Христос призывает, кто пойдет проповедовать, и замолчал. В огромном зале тоже стояла тишина. Он снова говорит, кто пойдет. Правда ли? Неужели это так, что у отцов и матерей Шотландии нет больше сыновей для Христа, для проповеди в Индии? Опять стояла тишина. Тогда он так сказал. Ну, хорошо. Я уже не смогу ничего сделать. Но я поеду опять в Индию, ляжу на берегу Ганга. И пусть индийцы знают, что в Шотландии был хоть один человек, который так любил Бога и Индию, что готов был умереть за них. Дорогие братья и сестры, Господь зовет. Вот это повеление. Идите. И я посылаю вас. Оно ведь сегодня так же актуально, как две тысячи лет назад. Может быть, я не имею такого права говорить так, но вот после меня будут говорить братья. Они имеют право говорить, и они будут призывать. Они будут звать туда, куда сами уже пошли и не раз были. И еще пойдут и будут звать. Я очень хочу вас попросить, прислушайтесь не просто ушами, а сердцем. Вслушайтесь в эти слова сердцем своим. Ведь это не просто слова человека, брата, проповедника, миссионера. Это слова, которые говорит Христос нам сегодня. Нас просит, нас зовет. Кто пойдет? Вы знаете, есть два вида добровольцев. Два вида. Активные и пассивные. Вот когда нас будут звать на этот труд, служение, мы будем сидеть и отвечать. Как мы будем отвечать? Я уверен, что многие скажут, вот я, вот я. Скажите, а год назад вы что отвечали? Вы тоже говорили, многие. Вот я. А на следующий год что скажете? Вот я. Господи, вот я сижу. Вот я приехал на молодежную конференцию. Вот я, Господи. А другие скажут, это одни. А другие скажут, вот я, пошли меня. Я пойду. И одни готовы, и другие готовы. Но одни сидят, а другие идут. А они пошли. И в этом была сила церкви. Наша слабость сегодня, наши болезни сегодня. Потому что многие из нас мы сидим. Да, я понимаю прекрасно, что не всем на Чукотку. Но, дорогие друзья, братья и сестры, пенсионеры, хоть их мало здесь, а дом многоэтажный, где я живу, это не мое миссионерское поле. А улица, я всю ее прошел. Господь говорит, молитесь, а затем идите. Я посылаю вас. Аминь. Аминь.